Доброе утро, друзья! На канале Россия полезное утро пятницы. Береги честь с молодым, гласит народная мудрость. А что еще желательно поберечь с молодых лет, чтобы потом к старости не бегать по врачам? Об этом сегодня в нашей программе, сразу после прогноза погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok 15 минус 17, днем минус 1, плюс 1 градусов тепла. На дорогах Гололедица. Продолжаем наше телевизионное утро. 9 февраля свой профессиональный праздник отметило профессиональное сообщество стоматологов. Поздравляем вас! Сегодня никто не задрожит от страха при мысли о походе к стоматологу. Давно уже кануло в прошлое все страхи, связанные с этим мероприятием. Не слышно страшных звуков бормашины, ни запахов неприятных из кабинета стоматолога не услышите, ну и криков пациентов, которые заставляют разбежаться половина очереди к врачу. Современная стоматология – это безболезненное лечение, удаление и протезирование зубов. Кусаются порой только цены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно, в том числе и в выходные дни, в 7.30 открываются двери районной стоматологической поликлиники в Усть-Жигуте. Накануне профессионального праздника стоматологов наша съемочная группа побывала практически во всех рабочих кабинетах поликлиники, где мы познакомились с несколькими специалистами, которые каждый на своем месте оказывает стоматологическую помощь и самым маленьким пациентам, и взрослым. Детская мечта стать врачом осуществилась у Фатимы Капушевой в 2011 году, когда она пришла на работу детским специалистом в Усть-Жигутинскую стоматологию. С тех пор прошло более 10 лет. Многое за это время поменялось. С одной стороны, медицина шагает вперед семимильными шагами. С другой, современные условия жизни, включая питание и стрессовую неустойчивость, добавляет работы даже детским врачам. Давай посмотрим, какие у нас с тобой проблемки. Фитис, видишь, открывай, шире только. И здесь кариес этот зубик надо твой полечить. Идем дальше. Видишь, какая скученность зубов. Идем дальше. Вот, еще один кариес. Зубки надо чуть лучше чистить. Смотри внизу, что у нас происходит. Видишь, идем дальше. Надо уже пломбочку менять. А этот зубик у тебя идет на смену. Но снизу, вот смотри, снизу идет, растет новый зубик. И он должен пойти на смену. Работать с детьми всегда непросто. Но, наверное, у каждого специалиста в этой области за много лет вырабатывается своя методика. Свои, в том числе, психологические подходы. Приятно работать с детками. Конечно, есть свои нюансы, сложности. Но пока все получается. У вас масса оборудования нового, современного. Расскажите, пожалуйста, о нем и как оно помогает вам работать. Наш монитор, который, ну, как бы, вот вы видите, да. И ребенок, ребенку показываем, и сопровождающему лицу. Одно дело, когда я рассказываю, они же визуально это не могут себе представить. Они этого не видят. Когда мы начали уже показывать, что происходит в полости рта, что мы имеем, какие осложнения, естественно, со стороны родителей больше интерес, большая забота проявилась. И они, когда уже визуально видят, они совсем по-другому это все воспринимают. И это, как бы, вот очень удобно. И при лечении. Вот ребенок сидит, ты час можешь лечить ребенка. Ну, доктор сидит, там чем-то занимается. Родители могут себе представить, да, например, что там доктор делает. Тут мы показываем до лечения. Визуализация идет, да, визуально они видят, что мы начали лечить. И после. И, конечно же, они уходят радостные, когда видят результат. Вот есть мнение у родителей, что пока не выпадут все молочные зубки, внимание, в общем-то, обращайте, и нет большой необходимости. Что бы вы сказали? Когда дети приходят с родителями, мы смотрим, все объясняем, что молочные зубы тоже имеют свои сроки. Как это природа и так заложена, умная у нас, что всему свое время. Если мы раннее удаление зуба, например, ведет к тому, что потом мы имеем проблемы ортодонтические, там зубы начинают смещаться, или там этот участок кости, где было раннее удаление зуба, он дальше как бы не растет, не развивается. Потом мы имеем дело со скученностью зубов. Поэтому как бы сам просвет, работа с нашей стороны ведется. Родители, конечно, хотелось бы, чтобы они более активно в этом отношении участвовали. Но в силу того, что сейчас время такое, что все работают, будем стараться дальше и надеяться, что будут более активными наши родители. И все же главное в работе детского врача-стоматолога убедить родителей в ранней профилактике зубных болезней их детей, а самых маленьких пациентов научить правильно ухаживать за своими зубками и полостью рта. У нас имеется фантом, ну, чтобы наглядно было видно деткам и родителям. И, естественно, на первичном посещении, когда у нас первый раз ребеночек пришел, мы, естественно, показываем, какую группу зубов и как чистить, как ухаживать, сколько раз в день. Там же чистка же начинается с первого зубика. Многие родители этого не знают, ну, например, да. И кто-то сам интересуется, приходит спрашивать, кому-то приходится все рассказывать. Ну, на гигиену делается, ну, как бы на первом приеме очень большой акцент, потому что это основа всего. Ну, и, естественно, сейчас вот с момента, как я работаю, да, это, конечно, с каждым годом, это, наверное, связано с экологией, с питанием, с образом жизни. У деток тоже, наверное, своеобразная стрессовая жизнь, да, нагрузки, конечно, какие-то вирусные перенесенные, да, инфекции. Это все оставляет очень большие отпечатки, к сожалению. И с каждым годом вот такая тенденция, что зубки, ну, хуже и хуже. Увы, но если вовремя не прислушиваться к советам, то следующий кабинет – хирургический. Здесь в ожидании своих пациентов, готовых удалить больной зуб, работает Алибек Дахирович Баташев, который ведет в поликлинике общий амбулаторный хирургический прием. В кресло к нему садятся как маленькие пациенты, с которыми, по мнению хирурга, часто психологически сложнее работать. Широко-широко, еще чуть-чуть, но англичка на вас. Так и взрослый. Вопускник Ставропольского медицинского университета 2014 года Алибек вот уже девятый год трудится в джигутинской стоматологии. Для него путь в медицину открыла старшая сестра, врач-реаниматолог-анестезиолог. А своим главным наставником в профессии он считает Тимура Энверовича Каракетова, который работает в Москве. В коллективе, где трудится почти 70 человек, ситуации бывают разные, но в любой, даже очень сложной, всегда находится верное решение. Главврач у нас Тибуев Эльдар Азнаурович. То есть полностью в коллегиальном понимании мы работаем. То есть если какие-то внутренние рабочие моменты мы обсуждаем, если у нас возникают какие-то вопросы, то есть Эльдар Азнаурович нам помогает их решать. В целом нам все нравится, работаем. Как в любой современной стоматологической поликлинике, здесь оказывают разностороннюю помощь. Оборудованный по последним техническим ноу-хау ортодонтический кабинет впечатляет. Кажется, здесь есть абсолютно все, что необходимо в работе ортодонту 21 века. А это ЦСО – Центральное стерилизационное отделение. Свободный доступ сюда запрещен. Такое отделение есть в любых медицинских организациях, где осуществляется дезинфекция, обработка и стерилизация изделий медицинского назначения многократного применения. Современные ЦСО медицинские организации – гарантия безопасности медицинской помощи. А вот путь зубного техника более 30 лет назад выбрал Умар Халитович Чумаев. В детстве Умар был усидчивым, хорошо рисовал и лепил. Эти качества, как потом показало время, многое определили и при выборе профессии. После службы в армии Умар Чумаев поступил в Ставропольское базовое медицинское училище, окончил его с отличием и по распределению приехал на работу в Осьзагуту. Когда я начал работу в 90-х годах, у нас в начале месяца сразу на целый месяц была запись. Сразу вот один день записывались пациенты, и вот этот месяц мы работали с этими пациентами, которые по записи. А сейчас клиник тоже много. А вы что-то делаете, чтобы себя зарекомендовать, чтобы от вас не уходили люди? Конечно, общение с пациентом, доброжелательность, показываем им свои работы. Это, наверное, хорошее отношение. Как и в любом направлении стоматологии, в ортопедии тоже все не стоит на месте. Появились новые материалы, совершенствуется и сама система работы. В принципе, сложностей нету, надо только научиться работать и оборудование. У нас, в принципе, сейчас можно купить все, что хочешь, и мы практически сейчас стараемся делать все нужные заказы. Умар Халитович Чумаев носит почетное звание «Отличник здравоохранения Карачаева Черкесской Республики». У него есть последователи. Семейную династию стоматологов продолжили дети – сыновья Осман и Тимирлан, а также дочь Аминат. Я брал работу на дом, и дома там моделировал все. Они приходили, смотрели, помогают, помогали. И, наверное, с этих детских времен пошла, так сказать, заинтересованность, желание. Сыновья супругов Чумаевых окончили Ставропольский медицинский университет, ординатуру и работают в Ставрополе. Старший Осман – хирург, имплантолог. Второй сын – ортодонт. Да, тоже исправляет прикусы, детские пластинки делает. А дочь посоветовалась, выбрала эндотологию. Это лечение корней. Там тоже очень интересное такое направление, когда зуб сломан от удара, дети падают, ломают зубы. И вот они там под общим наркозом. Интересная такая работа. С некоторых пор по ночам не стали сниться зубы, рассмешил Умар Халитович. Во сне я все время что-то мастерю, перезделываю, пытаюсь найти нужный вариант, рассказывает он. А еще вместе с опытными коллегами Умар Чумаев взял шество над одним талантливым техником. Еще учащий в школе, Таулан Уртенов часто приходил на экскурсию в районную стоматологию. Присматривался, изучал, примерялся. И вот окончил школу и прямиком в то же учебное заведение – Ставропольский базовый медицинский колледж. Получилось так, что полтора года мои учебы попали как раз на период пандемии. Практических навыков у меня было очень мало. Я искал место, где можно было бы набраться опыта. Мне попалась поликлиника, решил попробовать. Обратился с просьбой, могут ли меня взять на практику, постажировать немножечко, обучить. Они дали добро, взяли. Начал работать по чуть-чуть. Что знал – показывал. Что не знал – учили. Помогали всячески, наставляли. Рядом с такими грамотными наставниками, как Умар Чумаев и Евгений Башкардин, Тулан и другие молодые техники набираются опыта, профессионального мастерства. У многих молодых врачей есть свои ориентиры. Есть люди, глядя на которых захотелось пойти в медицину. Так случилось и с Альбиной Джамбаевой, врачом-терапевтом. Для нее путеводителем в профессию стала тетя Тамара Ахматовна Лайпанова, известный детский врач-иммунолог. Она была для нас примером, наверное, для всех. У меня очень много родственников врачей. А в стоматологию пошла, не знаю, просто как-то захотелось делать людей красивыми. Получается? Да. Да, я очень люблю свою профессию, мне очень нравится. Что у вас на сегодняшний день есть в арсенале для того, чтобы сделать своих пациентов красивыми? Какими вы пользуетесь материалами? Насколько медицина в стоматологии непосредственно идет вперед? Вообще стоматология – это медицина, точнее направление, которое идет вперед со скоростью света. Даже порой не успеваешь, вроде что-то новое приобрел, и уже через полгода это уже не новое. Сейчас мы на базе государственной стоматологии, стараемся, конечно, в ногу со временем шагать. У нас есть бинокуляры с увеличением, работаем очень давно мы, уже 5 лет. Как у нас вся аппаратура, она уже механизирована, то есть руками мы практически ничего не делаем. Каналы – это эндодонтия, это эндомоторы, апекс-локаторы, даже, как вам сказать, пломба, даже обычная пломба у нас ставится практически инструментарием не вручную. Сегодня очень много говорят о самообразовании, об онлайн-образовании. Вы повышаете свой уровень профессиональный? Конечно, конечно. Любые лекции, которые только возможно посещать, мы посещаем, даже ездим коллективом очень часто. Сейчас, конечно, все это облегчилось, так как есть онлайн-лекции, онлайн-семинары, даже мастер-классы проводят онлайн. Поэтому это стало легче в силу того, что не нужно никуда ездить. Оплатил, сел возле компьютера. Пожалуйста, слушайте, сколько хочешь своего лектора. Можно запись сделать, прослушать его потом. Очень удобно. Каждый день появляется что-то новое, новые материалы, новые методы лечения. У вас есть возможность сегодня поздравить своих коллег с праздником профессиональным? Я желаю в первую очередь своим коллегам терпения, здоровья, конечно, в это тяжелое время для нашей страны. Ну, что еще пожелать стоматологам всем? Счастья и удачи. Делать людей красивыми, приносить пользу, избавлять от боли. Такие мысли звучали практически из уст каждого специалиста. Сегодня область стоматологии творит поистине чудеса. Но в этом деле не бывает чудес без рук человеческих, без горящих глаз и сердец, без желания творить добро. Что ж, продолжаем медицинскую тему. Существует довольно устойчивое мнение, что в России сплошь и рядом платная медицина. Ну, хорошо, а для чего тогда каждый из нас получает полис обязательного медицинского страхования, который дает возможность получать бесплатные медицинские услуги? Давайте напомним, какие именно медицинские услуги с помощью этого документа можно получить. Очень часто человек оказывается в такой ситуации. Он лежит на лечении в больнице или в дневном стационаре, и ему предлагают. Не все, конечно, лекарственные препараты, но часть приобрести за свой счет. И изделия медицинского назначения. Это капельницы, шприцы и так далее. Скажите, пожалуйста, что делать в таком случае человеку? Ведь, насколько я понимаю, медицинский полис, он покрывает все расходы медицинского учреждения на лечение пациента. Законно ли это? И что делать человеку? Куда ему обращаться? Согласно базовой и территориальной программе обязательного медицинского страхования, лекарственными препаратами пациенты, находящиеся в дневном стационаре или в круглосуточном стационаре, должны обеспечиваться бесплатно. Существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которыми пациенты, находящиеся в стационарных условиях, должны обеспечиваться. В этот перечень входит более 5000 наименований. А, и еще изделия медицинского назначения. Это капельницы разовые и разовые шприцы. Поэтому, по мере того, как поступает предложение лечащего врача, приобрести какой-либо лекарственный препарат, вы можете сразу обратиться в страховую компанию. Или же, если вы уже приобрели эти лекарственные препараты, или изделия медицинского назначения, сохраните чеки, кассовый чек, товарный чек. И после выписки из стационара, с выписным эпикризом, с кассовыми товарными чеками, вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию для решения вопроса о возмещении вами затраченных денежных средств. Скажите, а за время вашей работы, вашей практики, были такие случаи, когда жители звонили вам, жаловались и находили поддержку сотрудникам Фунде Макс М? Да, у нас это неоднократно. У нас это чаще всего, когда возникают жалобы по платным каким-то медицинским услугам, это оказывается приобретение пациентов в период стационарного лечения лекарственных препаратов. И, конечно же, в большинстве случаев медицинские организации идут навстречу застрахованным гражданам нашим, их пациентам, и возмещают затраченные ими денежные средства. Причем после того, как они возмещают денежные средства, большинство пациентов боится, чтобы начнутся недоброжелательные к ним отношения, на самом деле такого ничего не существует. Потом эти пациенты продолжают также в стационарь госпитализироваться или в дневной стационар госпитализироваться, никаких преследований со стороны медработников они уже не ощущают. То есть бояться не надо, надо звонить, обращаться за поддержкой и помощь гарантированно. Бояться нечего. Что ж, друзья, на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!